Приветствую вас. Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задаёте. Вопрос достаточно, знаете, такой, важный, на мой взгляд, определённый, это очень важный вопрос, который вы задаёте, и поэтому я постараюсь максимально серьёзно на него ответить. Во-первых, можно сказать так. Молодой человек, скорее всего, серьёзен, искренен, то есть, не так, искренен молодой человек с вами и с другом. То есть, нет какого-то вот такого, знаете, разделения, да, что с вами, например, он не искренен, а со своим другом, например, искренен. Такого быть не может, потому что сам молодой человек ведёт себя и с вами, и с другом, так, как считает нужным, так, как считает правильно. То есть, если у него есть установка, что с вами нужно вести себя серьёзно, то с этим, именно вот с этим, с этой установкой, вам ничего не поделать. По крайней мере, вы не сможете её вот так просто изменить, если только не скажете молодому человеку, что вам не хватает смеха, вам не хватает юмора, например, вам не хватает веселья, вам не хватает непринуждённости и прочего-прочего-прочего. Если только вы не скажете ему об этом, то вот тогда, только в этом случае, молодой человек будет думать, что ведёт себя с вами, ну, вообще говоря, хорошо, вообще говоря, правильным. И вообще-то, никаких проблем у него нет с вами. И только если вы донесёте до него, значит, что вас это напрягает, если вы донесёте до него, что вам не нравится, как он себя ведёт, тогда всё будет нормально. То есть мы не знаем, какую цель преследует ваш молодой человек, когда он говорит, например, что, ну, когда он, например, хочет вот быть перед вами серьёзным. Мы не знаем, чего молодой человек хочет, мы не знаем, как бы, какую цель он преследует. Но однозначно, что этот цель оказаться перед вам тем, кто, по его мнению, является образцом и идеалом мужского поведения. То есть ему кажется, что именно так должен вести себя мужчина, женщина. И правильно ли он это, правильно ли он так думает, неправильно ли он так думает, это уже не столь важно. Важное другое, он так считает. И в ваших силах, либо переубедить его в обратном, дать ему понять, что так себя вести с вами не нужно. Он, например, ну, я имею в виду мужчина, добивается совершенно с противоположного совершенно результата, да, то есть, например, не восхищает вас, а наоборот, отталкивает только от себя, допустим. Либо вы просто-напросто принимаете его таким, какой он есть, и просто-напросто любите его и встречаетесь с ним, и все. То есть, зависит здесь во многом все вопрос. Вот как вы себя поведете с ним, так все и будет, потому что уверен, молодой человек, убежден в том, что он ведет себя хорошо, правильно, что он, может быть, и хотел бы, например, вести себя как-то иначе, но вот, может быть, даже думает, что нельзя. Ну, вот нельзя вести себя по-другому. И вы убедите его в том, что покажите им, что себя не только можно вести по-другому, но и нужно вести себя по-другому. Особенно, если вам это не нравится, особенно, если вас это не устраивает, и особенно, если вы считаете, что подобное поведение, ну, лично вам, да, только вредит, допустим. Вот, я думаю, что именно так вам и нужно себя вести. То есть, он, по моему мнению, вот исходя из того, что вы написали, да, он довольно искренне считает, что ведет себя правильно. Он довольно искренне считает, что, ну, в общем-то, ведет себя так, как вот нужно вести себя, то есть, чтобы вы им восхищали, чтобы вы видели, какой он серьезный, как у него, например, там, все тяжело, как ему трудно, какой он, там, сильный, как он преодолевает свои трудности, например, и так далее. Ну, это его право так себя вести. А ваше право показать ему, что вам не нравится. Ваше право показать ему, что вы хотите чего-то другого. То есть, в этой ситуации я хотел бы, чтобы вы поняли главное. В этой ситуации я хотел бы, чтобы вы поняли главное, самое главное. Что мужчина ведет себя так не специально, вот, скорее всего. Мужчина ведет себя так наивно, полагая, что он прав. И если вам не нравится, то вы просто доносите ему об этом, либо намекаете, либо говорите грамот, то есть, где-то зависит все от того, какие у вас отношения. То есть, это еще момент такой, что, может быть, вам отношения не позволяют обсуждать такие вещи, кто знает. Но, тем не менее, лучше будет, если вы сделаете так. Это нормально, это хорошо будет. И вы будете высказывать человеку, по сути дела, свои предпочтения по поводу, как раз, того, что вам, например, не нравится. То есть, того, что вам хотелось бы, и так далее. То есть, вы вправе говорить о том, что вас не устраивает. И как раз таки и не вправе молчать об этом. Но, не нужно забывать, что мужчина делает это не специально. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...